Мы используем семиструнные гитары в строе Drop C. Лично я использую струны Ernie Ball 946 с 62-й струной для нижней C. А я использую те же струны, но из кобальта. Лично мне очень нравится Шектор. Ребята из этой компании отлично работают. Все, что мне было нужно, я нашел в этих гитарах, в этой компании. Однажды я познакомился с вице-президентом Шектор. Он, кстати, находится тут, в зале. Давайте поаплодируем ему. Все это благодаря ему. Он практически не умеет играть, но это ничуть его не платит. Это прекрасно, иметь теплые отношения с такой компанией, как Шекка. Они по-настоящему заботятся о нас. Да, они оказывают очень мощную поддержку у самых разных наших начинаний. Я знаю, что многие компании такого не делают для своих эндорсеров. И вообще это действительно круто сосредоточиться на том, чтобы просто играть для людей, зная, что твои тылы надежно прикрыты. Да, такое действительно имело место. Когда я был совсем юнцом, мне было лет 16. У меня был друг, который жил в Калифорнии и приехал погостить Висконсину, в котором родился. Он сказал мне, чувак, Мегадет сейчас ищет нового гитариста. Тебе стоит попробовать послать им свою демокассету. Я сделал это. Я записал 4 песни, и им понравилось. Но проблема была именно в возрасте. Когда я прилетел в Лос-Анджелес, Дэвид Эллифсон позвал меня и сказал, «Все хорошо, но ты ищи ребенок, и мы не можем тебя взять». Но все равно он дал мне возможность сыграть и показать себя. Я сыграл, кажется, песни «Wake Up Dead», «The Conjuring», «In My Darkest Tower» и что-то еще. Я сыграл очень хорошо, но в конце концов Дэвид подошел ко мне и сказал, «Парень, ты так молод, но уже очень хорошо играешь. Нам очень приятно, конечно, что ты сегодня сюда пришел, но, к сожалению, ты не сможешь участвовать в группе». Он пожелал мне ни в коем случае не бросать занятия на гитаре и уверил, что однажды я стану известным музыкантом. Как видите, я последовал его совету. Через 20 лет у моей группы Nevermore был совместный тур с Megadeth, и когда я рассказал об этом случае, все сказали, «Нет, мы не помним такого». В общем, все хорошо. Есть что вспомнить и есть над чем посмеяться. Но самое главное в этой истории то, что после прослушивания я через некоторое время попал на концерт группы Какафони в Чикаго и, разговаривая с Марти Фридманом, рассказал ему о своем прослушивании. Он очень вдохновился. А через неделю он уже был в Megadeth. Вот такой вот каламбур. Я слышал многих техничных гитаристов того времени, таких как Марти Фридман и Джейсон Бекер. Но истинное движение вперед я получил от Эдди Ван Халлина и Рэнди Роадса. Я принадлежу к поколению 70-х, когда был Ингви Маймстен и подобные ребята. Уже тогда я стал пытаться понять, как они развили такую потрясающую технику. Я обратил пристальное внимание на звукоизвлечение правой руки. Если вы знаете Ингви Маймстена и Пола Гилберта, то наверняка замечали, что они используют не все предплечье, а только движение кистью. Это та фишка, которую я тогда заметил, и стал фокусироваться на движении кистью. Я повторял движение внимательно и очень медленно. И через некоторое время я осознал силу медленных движений для развития техники и скорости. Я сейчас наблюдаю, что многие начинающие гитаристы играют слишком быстро для своего уровня. Невооруженным глазом видно, что они пропускают ноты и сбиваются. Так что нужно просто изнизить скорость, работать с метрономом как можно чаще и думать о нотах, которые вы извлекаете. Задача в том, чтобы довести четкость звукоизвлечения и атаку до нужного уровня. Я думаю, что для меня с самого первого дня занятия музыкой самым важным было написание композиции. У меня не было многочасовых ежедневных марафонов с упражнениями. Гитара для меня — это инструмент для создания музыки. Я также никогда особо не работал над развитием особых техник и сложных приемов. Я просто играл риффы и писал песни. Поэтому я никогда не фокусировался на игре умопомрачительных соло. Я имею в виду, что я, конечно, умею играть соло, но меня больше тянет к композиторству. Я вырос на дед метал музыке ранних 90-х, где основой была быстрая игра сложных рифов. И, соответственно, все мои творения основываются в основном на этом. Этим я вдохновляюсь при создании своей музыки. Конечно, со временем это стало звучать более современно, более самобытно. Но важно то, что я не вовлекался полностью в технарские штуки, а больше создавал музыку. Да, это очень примечательно, что Кейт всегда отдавал большую часть себя непосредственно процессу творчества. И это правильно, ведь через какое-то время сидеть в своей комнате и оттачивать мастерство движений становится ужасно скучно. Поэтому разбавление упражнений творчеством архиважно. И это также очень хорошо тебя развивает, даже если писать простейшие композиции на 4 трека. Создавать музыку — вот что действительно имеет значение. Лично для меня творчество — это попытки обнажить свою индивидуальность. Когда слышишь других гитаристов, то, как и в случае со мной, можно обнаружить чужое влияние. У меня это Беккер и Фридман. Очень сложно выделиться на фоне других и быть самим собой. Я практикуюсь в этом каждый день. Я имею в виду мое уникальное звучание. Очень приятно, когда люди приходят ко мне и говорят, что, слушая мои соло, они могут безошибочно сказать с закрытыми глазами, что это я. Это значит, что моя работа не проходит даром. Точнее, это не работа, а моя страсть. Для меня, думаю, самое большое препятствие — это когда ты не можешь создать песню. Своего рода блок. Когда такое случается, я просто откладываю гитару в сторону и забываю про музыку вообще. Я знаю, так бывает порой у каждого. Иногда сидеть закрытым в студии лицом к лицу со своими музыкальными врагами — это не самая лучшая идея. Лучше всего помогает кардинальная смена деятельности. Можно посмотреть фильм, погулять, послушать музыку, которую ты обычно не слушаешь вообще. Лично я люблю слушать саундтрек к фильмам и классическую музыку. Если вы занимаетесь созданием метал-композиции, то обратите свое внимание на других исполнителей в этом жанре и попробуйте вдохновиться от них, чтобы преодолеть композиторский блок. Да, наверное, этот самый блок для меня один из самых вызывающих. Ах, вот резинки. Она просто помогает избавиться от лишних призвуков. Когда резинки нет, то при игре возникает дополнительный звон, который как раз с ею убирается. У меня в руках новая версия моей подписной гитары. Она основана на модели Шектер Блэк Джек СЛС. Это уменьшенная версия моей предыдущей сигнатуре, JL7, выпущенной в 2014 году. Самое главное изменение это то, что она ощутимо легче. Имеет тонкий гриф и лады из нержавеющей стали. Также задняя часть грифа не лакирована, что я очень люблю. Тут достаточно глубокий вырез для максимального доступа к верхним ладам. Очень удобная гитара. Датчики были заменены на EMG 57 и 66, которые идеально подходят для моих соло. Гитара имеет вариант с Floyd Rose и с фиксированным бриджем. Ручка громкости и переключатель звукоснимателей также были заменены на более удобные. Это идея Кейта. Короче говоря, эта гитара просто шред-машина. Играет почти сама. Она действительно очень сильно отличается от моих предыдущих сигнатур. Хотя и эта черная мне тоже нравится. Ребята, спасибо, что вы сегодня здесь с нами. Надеюсь, что вы хорошо проводите время. Мы очень рады вас всех видеть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.